Здравствуйте, дорогие! Сегодня я пришла на прием к Алине. Хочу вас с ней познакомить. Лицо это наша визитка, поэтому им стоит заняться. И сегодня вы послушаете о том, что делает она, что она может предложить. И она подберет мне уход и процеп артитут. Всем привет! Меня на самом деле зовут Арина. Я косметолог-эстетист. Я занимаюсь вопросами уходовых процедур. Я работаю аппаратно, то есть использую только аппаратные методы. Я не использую инъекционные какие-то внедрения. Наше лицо имеет, наша кожа в целом имеет очень огромный ресурс. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что мы этот ресурс не используем, потому что сейчас стало модно и быстро и результативно. Это что-то в себя ввести, что-то накачать, что-то сделать. А я занимаюсь тем, чтобы продлить вашу молодость, продлить это ресурсное состояние. Какие процедуры я делаю? Всем известная ультразвуковая чистка. Это то, к чему привыкли наши женщины, чего они не боятся и, по крайней мере, понимают, что это такое. Вторая такая очень глубокая процедура и очень результативная. Это безинъекционная мезотерапия, которая подразумевает под собой внедрение коктейлей красоты в более глубокие слои кожи без инъекций. Потом сейчас, знаете, в какой момент после лета мы все боремся, хотим бороться всегда, наверное, с фигментацией. Это тоже предоставляет услугу. Я делаю фигментные пилинги. Самый основной момент, на который я делаю большую ставку, это подбор домашнего ухода. Потому что на самом деле 80% успеха вашего ежедневного и впоследствии ресурсного состояния, это правильно подобранный качественный домашний уход. Поэтому вот это вот в двух словах, чего делаю я. Хотела спросить, чего хотели бы вы сегодня? Я, в принципе, в этом не специалист, поэтому хочу довериться вам, чтобы вы посмотрели, подобрали мне и потом посмотреть результат. Отлично. У меня уже есть план по поводу вашего лица. Я предлагаю сегодня сделать процедуру глубокого увлажнения. Сразу хочу сказать о том, что это универсальная, уникальная процедура, которая решает очень многие вопросы. Независимо от того, какой у вас тип кожи, существуют мифы по поводу того, что жирную и комбинированную кожу увлажнять не нужно. Это вообще все неправда, потому что как только вы достаточно увлажнительно питаете вашу кожу, она начнет себя вести более прилично, менее высыпать, меньше на ней будет пигментации и так далее. Поэтому я предлагаю пройти на кушетку и начать. А какой еще чистки? Чистка будет в любом случае, да. То есть мы начнем с того, что мы сделаем ультразвуковую чистку, потому что мы живем, и на нас тоже живут клетки, на нас такое, знаете, кладбище мертвых клеток, которое нужно снять для того, чтобы, опять же, те коктейли красоты внедрились достаточно глубоко. И вообще ваша кожа почувствует, что она может дышать, именно кожа может дышать, не только мы, но и сам. Так, ну что? Сейчас я тебя умрую. Аллергические реакции на что-то есть? Ай, мя. Ну, ничего, ну, если холодно. Твои веснушки, ну, это вообще нормальный процесс твой. В период активного солнца тебе нужно просто солнцезащитный фильтр большой. Ты когда улыбаешься, чтобы у тебя было меньше этих черных точечек, хорошо промоливаете места. Теперь я тебе делаю скраб. Скраб очень нежный, с идеально ровненькими частичками, поэтому он тебя вообще не будет травмировать. Если много сыпи, то ты просто не скрабируешься. Но вообще скраб можно в домашнем уходе обязательно. Следующий этап у нас это ультразвук. Ультразвук я делаю по воде, потому что под ультразвуком вода вспыливается и еще откроет нам пор. Это неплохо. Мама, прислушное состояние входит? Угу, точно. Я тебе нанесу сейчас маску очищающую на основе двух глен. Угу. Я тебе так наношу, тебе не щипит? Нет. Все, отлично. У тебя комбинированный тип кожи, но он обезвожен. Вот, то есть в твоем ежедневном уходе обязательно должно быть средство по умыванию, для умывания, без спиртосодержащих компонентов. Спиртосодержащие тебе запрещено вообще. Не надо ничего сушить, прижигать. Вот это как мы любим, понимаешь? То есть средство для умывания. Потом обязательно нужен тоник. Проговорю, опять же, для тех, кто будет смотреть это видео, о том, что тоник выполняет вообще четыре очень важных функции. Первый момент, он завершает процесс очищения. То есть после средства для умывания, если на вас была декоративная косметика, вы нанесли тоник на ватный диск, провели, и не факт, что ваш тоник вообще беленький. То есть... Второй момент, это после контакта с водой, тоник выравнивает ПАЖ кожу. Это тоже мы все знаем, мы все грамотные, понимаем, что это значит. Третий момент. Слово тоник произошло от слова тонизировать. Он тонизирует клетку для того, чтобы она лучше кушала те моменты, которые вы будете использовать после. Либо это крем, либо, если вы продвинутый пользователь, это сыворотки. То есть он дает клетке проснуться, эй, давай начинаем, у тебя работа сейчас начинается. И четвертый момент, когда вы используете тоник, это экономит вашу косметику. То есть использование с тоником косметики растягивает ваше удовольствие. Третий этап, это крем. Ну, то есть это то, что каждый день, два раза в день. Дополнительные средства, которые должны быть, в принципе, мастхевы в обиходе у наших женщин. Это обязательно увлажняющие маски. Это обязательно очищающая маска. Скрабы пытаются, всегда старайтесь выбирать максимально бережные. Не надо тереть себя до покраснения, посинения. Три минуты должен быть процесс. Но не меньше трех. Не так, что я намазала на лоб, и я тут уже поскрабировалась. То есть процесс умывания, он должен занимать время. Так, мы сейчас эту маску срываем. Она у тебя стянула, подсушила, да? Процедура, которую мы делаем сейчас, она очень многофункциональная. То есть это не просто себе чистка. Потому что сейчас мы поменяем уже насадку, и там начнется самое интересное. Следующая маска у нас увлажняющая. Я ее очень люблю, потому что у них есть омега-3, жирные кислоты. И мы по этой маске еще будем проходить иммуногальваническая насадка, которая дает нам перекрестный итог. У нас будет процесс 3D-массажа происходить. Тебе всегда нужно использовать крем с СПФ. Не когда ты идешь на солнце. Даже зима. Ультрафиолет? А зимой тоже 50? Нет, можно 30. Мы сейчас делаем внедрение действующих веществ. Произведет быстрее за счет того, что мы подробим молекулу. И плюс это такой релакс-3D-массаж, который снимает зажимы мышечные, улучшает лимфодренаж, улучшает лимфоток, кровоток. Вообще жестко расслабляет. Что ты чувствуешь? Потому что все, нет слов. Как? Продолжение следует, но с сыворотками. Я не расслабилась. Дальше у нас с тобой будет увлажняющая сыворотка, и сыворотка, которая сужает пор. Если ты качественно будешь очищаться, допустим... Нужна какая-то счетка. У меня просто есть такая из лески. Не травмируй себя. Лучше, вот я тебе говорю, если это будет скраб, это будет средство для очищения, это будет ультразвуковая чистка. Все должно быть бережно. Никаких вот этих вот жесткочей пластмассовых. Ну, зачем? То есть ты делаешь... Да, ты улучшаешь кровоток, потому что себе травму делаешь. По поводу там домашних каких-то масок, вот, нечасто клиенты задают вопросы. Я не против этой всей штуки. Ну, это такое... Но это лично для самоуспокоения. Это неплохо. Это лучше, чем ничего. Но если говорить про... Это знаешь, как... Ну, не знаю, там... Мы сейчас женом в 21 веке, и у нас у всех почти глазами на телевизор, а мы на ламповые перешли. Ну, просто потому что... Ну, вот я говорю, тебе нужно глубоко увлажняться и смотреть дальше. Потому что увлажнение решит вопрос высыхания и решит вопрос полиметрации. Потому что часто нет, меня нет. То есть, вообще, можно подобрать, ну, максимально удобный для тебя график. Кто-то делает, допустим, там, серию интенсив, состоящий из этого, знаешь, допустим, вот этот массаж. Он работает как ручной массаж. Ага. Вот, то есть, допустим, как вот ручной, делают 8-10, да, процедур. Этот не вредит, да, тоже, даже более полезен, да? Это перекрестный ток. За счет того, что он расслабляет мышцу, он ставит ее тоже на место. Потому что мы каждый день держим лица. Потому что у нас по-любому есть мышечные зажимы. И вот эти вот массажи, они снимают эти мышечные зажимы, ослабляют тебя. И в связи с этим у тебя улучшаются лимфо-турги, крово-турги и все остальное. То есть, это такой процесс профилактики. Круче, чем обычный массаж. Профилактика. Ну, потому что он же делается по сыворотам еще. Что по поводу вреда косметики? Нужно начать поменьше, да? Нет, это миф. Миф? Это миф, придуманный нашими бабушками, понимаешь? Вот мы сейчас тонизируем кожу. Потому что нам нужно сейчас воздействие сыворота. И это нам надо, чтобы она нормально функционировала. Опять же, лицо у женщины заканчивается вот тут. И весь процесс, про который я рассказываю, надо делать на все лицо. Для ухода за шеей и зоной декольте нужно использовать средства, как для сухой кожи. Опять слышу. Опять же, откуда появляются, ну, лишь бровные морщины. То есть, я думаю, это мышечные зажины. То есть, допустим, у женщины вокруг глаз пора профилактировать, у нее жидко, у нее пора профилактировать. Ну, то есть, уже видны первые признаки изменений в любом случае. То есть, видно... Я очень часто ловну арсю. Очень-очень. Уже начинает стареть с 15 лет. Поэтому, начало было положено, понимаешь? Я работаю на определенной торговой марке. Меня очень устраивает результат. Это США. Вот. И результат классный, и она хороша и в домашнем использовании. Потому что есть профессиональные косметики, агрессивные, которые, ну, как бы, только в салонах и только профессионал может использовать. Как у тебя ощущения? Очень классно. Нет никаких болезней, как после механической. Привайся. Ну, вот так вот. Пару слов. Как ощущения кожи после процедуры? Ну, я вообще не чувствую, скажем так, тяжести. Раньше я жила с этим и думала, что это нормально. Ощущение напряжения было, ну, как бы, постоянно. Я думаю, ну, поумываюсь вечером, расслаблю лицо, посплю, будет лучше. Оказывается, лицу просто больше нужно, как ты говоришь, акцентируешь увлажнение, да, чтобы оно ожило и было молодым долго. Потому что, и все, что ты мне сказала, это что я для себя вынесла. Это то, что кожа, как ты говоришь, формируется, да, 7 лет? Или как это говорит? Морщина формируется 7 лет, сам залог формируется 7 лет. То есть, это не так, что мы сегодня встали, увидели, что у нас есть морщина, и мы такие думали, ну, ну, ничего себе, ну, то есть, это процесс. И формируется она за счет того, что у нас есть мимика, и существуют мышечные зажимы. Мы все носим лица. Как бы, может, этим массажем раздевать, да, и расслаблять? Да, расслаблять, ставить мышцы на место, как бы делать релакс для лица, и лицо запоминает правильное положение. То есть, чем хорош курс, допустим, массажей, да, вообще, в принципе, даже профессиональные массажисты говорят о том, почему 10, почему не 5, ну, да, почему не 2, почему не 8, потому что за 10 процедур мышцы запоминают правильное положение. Точно так же у нас с мимикой, точно так же у нас с зажимами. Ты говоришь, я тут морщусь, ну, то есть, это все можно контролировать, но когда ты этот момент запускаешь, что у тебя, скажем так, мышца уже расслабляется и становится на место, то есть, ей намного проще потом будет контролировать и тебе мозгами, и мышцы, что, ну, то есть, этот зажим не нужен. Просто, когда у меня сейчас такое состояние, я не напрягаюсь. Я сейчас просто, вот, максимум немножечко, а раньше вот так. Да, много. Какая-то прям внутренняя потребность держать это все, как будто... Это привычка, это на самом деле привычка, но мы с ней живем вообще, это, по-моему, нормальный процесс. Ну, это оздоровление, оно мне помогает, как бы, более фокусироваться на ощущениях, которые у меня сейчас, да, более расслабиться, то есть, и не палиться по поводу этого. То есть, здоровье, которое я сейчас ощущаю, и помогает мне перестать делать вот эти ошибки, которые вот приводятся. Ну, это, опять же, одна процедура, как бы, она может показать, чем это может быть для вас в плюсе, но она не может сделать чудо. То есть, надо понимать, что волшебной таблетки не бывает. И работа над собой, это, прежде всего, ну, как бы, работа. Поэтому советуем прийти лично и подобрать для себя, потому что все индивидуально, и дома вы не определите, и не сделайте еще так, по-любому не сделайте. Абсолютно. И плюс в том, что, ну, как бы, консультация абсолютно бесплатная, вы можете прийти проконсультироваться и сами для себя сделать выбор, ну, хотите... И плюс в процессе разговора мы выявили, бесплатная консультация. Да, да. Поэтому ссылочки телефон будут под видео, связывайтесь. Кстати, ты ведешь прямые эфиры, да, с советами? Да, у меня есть в Инстаграме и в Фейсбуке тоже страничка, я дал на них ссылки и... Да, смотрите под видео, переходите. И там тоже масса бесплатной полезной информации вы сможете найти. Да, разные полезные, да. Как часто посещаешь косметолога? Часто, регулярно, редко, по необходимости, очень редко не пользуешься услугами. По необходимости, но это было заблуждение, потому что раньше я слышала, что нужно полгода раз в год, поэтому таки полгода в год я жила с этим жирным ощущением, усталым, и думала, что оно нельзя, потому что тут вред, не надо слишком чистить. Оказывается, чем лучше, тем лучше. Ну, то есть, ну, понятно, что это не каждую неделю, но ультразвук, он, у него есть еще помимо очищающего фактора, факт того, что он делает микромассаж клеткам. Он очень полезен даже в целях профилактики, то есть его используют и как терапию. Главное дойти до профессионала, а не думать дома. Сто процентов. Так, какими продуктами, что есть в ежедневном уходе? У тебя есть средства для улумания, я поняла. Да, средства. У тебя есть тоник. Да. Скраб. Скраб был, но сейчас еще что-то другое. Есть маска альгинатная и есть крем вокруг глаз, крем с СПФ и крем просто по уходу, увлажняющий серебро. Сывороток нет, мы используем. Значит так, функциональное состояние кожи, я что, я вижу обезвоженную, значит, я вижу острою пигментацию, есть лужки, есть. Значит, что бы тебе хотелось улучшить в состоянии кожи, лифтинг овала лица, разглаживание морщин питания кожи, устранение пигментации или выравнивание тона лица, увлажненность, очищение пор и сужение, мимические морщины вокруг глаз, носоколубные лоб между ноги. Это что, что хотела бы ты? Я бы хотела, исходя из сегодняшнего, я бы хотела увлажнить, потому что я увидела результат и поняла, что это действительно решение. И лифтинг лица, наверное, потому что, когда я улыбаюсь, у меня такие щелки, вообще, то, чего хотят, да, то, чего хотят клиентки тушить, на самом деле, да, иногда. А что тогда из-за этого мне подходит, кроме лифтинг? Во-первых, очищение пор и сужение, вот очищение пор, да, сужение нет. И, в принципе, допустим, вот у тебя мимические морщины, у тебя межбровье можно поработать, потому что там закладываются морщины. Да, носоколубные чуть-чуть видны, но, опять же, только от того, что недостаточно увлажнена. Плюс у тебя достаточно богатая мимика. Это нормальный процесс, с этим можно жить, но когда у тебя напитанная кожа, у тебя сглаживается этот момент. Ну, для профилактики можно, да? Да, 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 да. То есть, лифтинг, у тебя ничего, лифтинговать еще не нужно, понимаешь? Понятно. Это постановое слово. Лучше доверить профессионалу, потому что, как на заказы, когда бывают даже смешные такие ролики, хочу-хочу, потом можно уберите это. Да, 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 ну, то есть, опять же, профессионала надо подобрать уметь, ну, как бы, под себя, то есть, если комфортно с человеком... Я думаю, первая консультация, которую ты предлагаешь, она поможет человеку увидеть тебя, показать себя, ну, свое лицо тебе, да, скажем, и... Уже, как бы... Наладить какой-то личный контакт. Увидеть этот район, увидеть твое помещение в гармонии. Более увлажнена кожа стала, более равномерная текстура, массаж плюс чистка. Ты можешь приходить и сделать курс, потом поддерживать, либо ты можешь по состоянию, там, допустим... Я думаю, что мы можем оговорить курс уже позже. Да, да. И сделать этот курс, профилактику, цельных... Ну, просто тебе нужно, чтобы так, да, потом это все поддерживать. Так, просто так будет проще. Потому что в домашних условиях это сделает, ну, это более продолжительный процесс. Если брать, допустим... Ты более ведет массажа, если пограблиться. Если, допустим, брать момент борьбы с обезвоженной кожей, то надо готовиться к тому, что этот процесс занимает, если вот, ну, не без интенсивных всяких моментов, от полугода до года. Это нужно время... То есть после одной тренировки ты не увидишь результата, которого ты хотела бы достичь. Приходи на консультацию, выяснять ваши проблематики и решайте. Не бегите сразу что-то колоть, внедрять, потому что это вы можете сделать всегда. Вот. И вникайте в домашние уходы, потому что это 80% успеха. Желаю вам быть здоровыми, красивыми. До новых встреч. Я думаю, что мы еще сделаем беседу с Ариной о ней, как интересной личности. О том, что для нее именно эта работа. Да? Поговорим об этом. Да. Что привело, что вдохновило, как ты к этому пришла. Но на этом будем прощаться. До следующего видео. Пока. Пока. Контакты под видео. Субтитры сделал DimaTorzok